И он служил после лицея по Министерству иностранных дел и был приведён к присяге в один день с Грибоедовым. Но Грибоедов и считал себя дипломатом, и готовил к этой службе, и очень серьёзно к ней относился, а Пушкин считал, что это как бы стипендия для писания стихов. А попав на юг, он уже прямо писал, что он считает своё жалование пайком ссыльного. И после больше уже не служил, если не считать принудительного камер юнкерства, которое навязал ему Николай I. Ещё один уникальный персонаж – это Евгений Онегин. Посмотрите, среди знакомых Пушкина не было... А мы знаем, знакомых Пушкина есть прекрасный справочник Чарейского, где все они перечислены, все биографии есть. Всех знакомых Пушкина, самых поверхностных. Среди них нет ни одного не служившего человека. А Евгений Онегин не служил ни одного дня, видимо. Вся его биография перед нами. Сначала мадам за ним ходила, потом месье её сменил, месье Лябе, французу богой. Потом Онегин в свете, а потом он в деревне. Это совершенно белая ворона среди людей той поры. И когда мы говорим, что Онегин типичный представитель, вот мы такие слова говорим, он типичный, нетипичный. Он очень особенный человек. И это, конечно, не случайно. Это было заметно читателям той поры. Так как же совместить всё-таки? Этот вопрос перед поколением декабристов стоял очень остро. И слово нашёл Иван Пушкин, лицейский друг Пушкина. Когда он, приехав в Михайловское, полупризнался о том, что он член тайного общества, он сказал Пушкину, по собственному пущинскому свидетельству, такие слова. «Ни один я вступил в это новое служение». Вот тут это как будто бы незначительная стилистическая разница, очень важна. Государственная служба – общественное служение. И если служба – это служба, неизбежная служба лицам, а не делу, то для того, чтобы служить делу, надо перейти к служению. А служение – это добровольное подчинение своих задач, своей личности, своего человеческого облика большому и важному. Вот слово «дела» приобретает в декабристских кругах особое значение. И потом это сохранится на протяжении всей истории русской интеллигенции. Слово «дела», которое пишется как бы с большой буквы, и которое означает нечто святое, это всегда дело не для себя. Служба – это погоня за чином, а служение чаще всего приводит на каторгу. И отсюда и еще одна черта, которая входит в интеллигентность, жертвенность. Готовность к жертве. Жертва здесь не самоцель и не стремление поиграть опасностью, а это готовность заплатить за свои идеалы самую дорогую цену. Это тоже очень важно. Поэтому появляется с одной стороны понятие бескорыстности. понятие бескорыстности в интеллигентной среде уже в XIX веке доходит до высокой степени. Уже в XVIII веке в Новиковском кругу развивается понятие «бессеребряничество». Бессеребряничество – это противостоит серебряничеству. А серебряничество – это те 30 серебряников, за которых Иуда продал Христа. Бессеребряничество – это равнодушие к деньгам. Когда московский губернатор захотел подарить своему адъютанту масону и другу Новикова Семёну Гамали 300 душ крестьян Гамали отказался, говоря «Я не знаю, что с одной душой, со своей душой делать». И в декабристском кругу, хотя среди декабристов были очень богатые люди, но презрение к богатству и аскетизм бессеребрянический был очень распространён. Ну, например, Фёдор Глинка был организатором, а он, Фёдор Глинка, полковник, гвардеец, весь в орденах, он, хотя человек маленького роста, но боевой офицер, у него от ворота до колен всё ордена, и писатель известный, и адъютант Милорадовича, петербургского главнокомандующего, очень большая должность. он бессеребрянник, крестьян у него нет, жалование гвардии полковника, это только кажется, что оно было такое большое, ведь в Петербурге жить и вести светскую жизнь, это было очень дорого. он инициатор многих филантропических мероприятий. Только он услышит, что какой-нибудь крепостной скрипач или крепостной поэт есть, его надо выкупить, он организует подписки, он организатор гласности, услышит, что какой-то помещик издевается над крестьянами, он предает этой известности. А сам он, когда надо выкупить крестьянина, отказывается от чая и пьет кипяток, потому что чай дорог. Покрывается он ночью шинелью и он с гордостью несет свою бедность. Позже Гоголь писал Белинскому возлюбил я свою бедность. И в этом кругу, в отличие от светского круга, от государственного круга, где уважают богатство, здесь уважают бедность. И это служение бесеребренческое, бескорыстное и связанное с жертвой вызывает, конечно, ассоциации знакомые. Потому что все эти люди регулярно бывают в церкви, они воспитаны на житиях святых тоже, образы мучеников. И этика жертвы придает интеллигенции, особенно вступившей на путь борьбы, черты христианской мученичества. И это будет очень устойчиво. Позже Чернышевский, когда Чернышевский еще не пошел на каторгу, Некрасов уже пишет Чернышевскому, его еще пока что не распяли, но час придет, он будет на кресте, его послал, бог гнева и печали, царям земли напомнить о Христе. Чернышевский материалист и как многие выходцы из духовной среды не любят духовную среду, но для жертвы Некрасов